Рассмотрим притоки большой подкожной вены. Для этого нарисуем схему вот на такой заготовке. Обратим внимание, что здесь расположение конечностей не одинаково. Весь вес тела приходится на правую конечность, которая выпрямлена и располагается строго вертикально, а левая конечность несколько отведена и ротирована к наружу. Именно поэтому, когда мы изобразим правую и левую большую подкожную вену, они видны не одинаково. Левая большая подкожная вена легком визуализируется на передней медиальной поверхности ноги, а вот правая видна только на бедре и голени. А в области коленного сустава она не отображается. Почему? Потому что располагается кзади от латерального надмышелка бедренной кости и недоступна к взору с передней поверхности. Ну а теперь непосредственно притоки. Самый первый приток, вот его обозначим номером один, это переднее окружающее бедро вена. В скобочках дана аббревиатура, и хочу обратить ваше внимание на нижнюю строчку этого слайда, что это аббревиатура из рекомендаций экспертов Ассоциации флебологов России. Именно так сегодня требуется обозначать венозные сосуды нижней конечности в ходе ультразвукового исследования. Еще одна особенность, которую следует подчеркнуть, высокая вариабельность всех вен, и особенно притоков большой подкожной вены. Мы сейчас ее изобразили наиболее проксимально расположенной веточкой, но на самом деле она может быть еще проксимальнее. Она может быть непосредственно притоком, впадающим в софенофеморальное соустье. Сейчас у нас она изображена как наиболее проксимальная часть ствола большой подкожной вены, но нередко она располагается еще выше. И поэтому в софенофеморальном соустье самая нижняя веточка – это как раз передняя бедренно огибающая вена. Теперь спускаемся дистальнее. И следующей веточкой, отходящей в медиальном направлении, является заднее окружающее бедро вена. Эта вена идет реально на заднюю поверхность, хотя сначала направляется в медиальную сторону. А теперь спускаемся еще дистальнее. И вот мы видим номер три – переднюю добавочную ветвь большой подкожной вены. Что касается особенностей этой ветви, то важно, что она может впадать не только непосредственно в сам основной ствол большой подкожной вены, но нередко своими анастоматическими веточками соединяется с передней окружающей бедро вены. И тогда кровь, проходящая по передней добавочной ветви, будет распределяться по бассейнам передней окружающей бедро вены и передней добавочной непосредственно. Но и в том, и в другом случае они все равно впадают в основной ствол большой подкожной вены. Ну и, наконец, самая дистальная, последняя, четвертая ветвь – это задняя добавочная ветвь большой подкожной вены. Тоже весьма вариабельна. И нередко отходит еще дистальнее, чем показано здесь, практически на уровне верхней части коленного сустава. То есть принципиально, что именно она располагается своими дистальными веточками потом параллельно малой подкожной вене. И ее продолжение на голени нередко называют по автору, что это вена Леонардо. Субтитры создавал DimaTorzok